ну что друзья сегодня нам попала настоящая интересная часовая тема действительно для тех кто хочет разобраться для тех кто в теме в трендах и для настоящих часовых энтузиастов какими мы с вами являемся надеюсь поэтому давайте будем разбираться с вами виталий сергеенко и вы на канале watch hunter collection где мы будем сегодня говорить на две темы которые вроде бы никак не пересекаются но они касаются часовой индустрии и касаются того куда мы движемся и на что стоит обратить внимание неких таких трендов до подводных течений и темы сегодня ровно две первое это что многими любимые и известная компания bright link приобретают и не росла женев мы сейчас об этом поговорим почему это долгожданная новость и с другой стороны поговорим о том почему многие коллекционеры и любители часов начали ненавидеть франсуа поле журно и избавляться от его часов вот такие сегодня две интересные темы и так главная новость на сегодня почему и что вообще произошло что брайтлин приобрел бренд универсал женев тот кто в теме достаточно давно и интересуется механическими часами и что-то изучает что-то смотрит тот знает что универсал женев это действительно легендарная мануфактура которая по большому счету утонула после кварцевого кризиса в швейцарии и когда их купила вот это ну азиатская компания стилкс групп восемьдесят девятом году то по большому счету их славная история была поставлена на паузу и вот последние эти десятки лет уже десятки десятки действительно ну влачила такое жалкое существование и многие часовые энтузиасты ждали мечтали когда компания действительно с богатой историей которая делала очень красивые механизмы и первый механизм на микро роторе и очень интересные в то время действительно ценные и сложный хронограф которые я вам сегодня несколько примеров покажу 3 компакт да вот в подобным образом он выглядел там сороковые года и пола роутер 54 года легендарное творение джеральда джента еще молодого дизайнера и но это остается в истории и вот эти достаточно простые часы они как-то вот так зацепили многих людей и они на микро роторе и многими коллекционерами и энтузиастами на винтажном рынке находятся и сгребаются и цены на них растут и много много всего интересного ну чуть поподробнее и подсветим некоторые моменты я кстати делал пост в нашем телеграм-канале ссылочка на него будет в описании по поводу еще 28 декабря насколько я вижу про эту новость про приобретение универсла женев и зачем это нужно брайтлингу и что такое универсла женев что говорит жордж керн по этому поводу это села генеральный директор брайтлинга который поднял их в топ-10 часовых брендов швейцарии и с выручкой ну практически миллиард франков и стоимостью компании 4 миллиарда франков мы говорим про брайтлинг то что касается наверное несколько моментов давайте начнем с того зачем это брайтлингу и откуда деньги и вообще что происходит когда то есть если универсла женев я думаю что я даже посвящу отдельный выпуск как-нибудь про эту компанию разберем их лучшие модели я лишь могу сегодня как бы напомнить да что вот примерно как это выглядит что на аукционах периодически универсалы появляются и не за сильно большие деньги не продаются но стабильно кем-то покупаются стабильно выгребаются в среднем когда мы говорим сейчас про не не рассложенев то это выглядит следующим образом либо вот такой трекомпакс редкий причем на 12 часов у нас фаза луны и дата очень спорное дизайнерское решение но вот многим она зашло в то время это же 60-е годы три четыре с половиной миллиметра продается кстати по прежнему сейчас ниже эстимейта нижнего то есть в принципе цена действительно здесь ниже там 6000 ниже 5000 долларов где-то за вот эту винтажную вещь интересную с другой стороны у нас есть вот мой любимый из всех вариантов полироутера этого да это как раз вещь которая была создана в пятьдесят четвертом году для скандинавских аэролинии до пилотов вот это черное с серебряным таким кольцом вот это сочетание и при этом секторный циферблат мне нравится больше всего пожалуй здесь у нас цены за ними уже давненько наблюдая года три наверно за этими моделями и на моих глазах они выросли где-то с тысячи наверно 800 в целом 1800 2300 в зависимости от состояния где-то трех с половиной в среднем цены вопроса насколько это хорошо и много здесь можно много это обсуждать но в целом для вот такой винтажной вещицы очень грамотный размер бывает очень неплохое состояние здесь не скажу что вау конечно состояние естественно да но 36 миллиметров достаточно неплохо и есть разные предложения на вторичном рынке но все где-то колеблется вокруг 3 500 рис копейками да то есть цены зачем это вся история и вот такой бренд который но по сути там с 89 года толком не функционирует зачем тратить на это деньги брайтлингу хоть много у них денег но зачем наш основной сегодня вопрос и сделают ли они это правильно восстановят ли бренд и заработают ли там денег начнем с того что брайтлинг принадлежит cvc partners group это инвестиционная компания очень крупная у которой портфель из 120 компаний которые они выращивают дают им деньги практически безлимитно если мы откроем сайт компании cvc partners то мы здесь увидим просто тучу разных проектов стартапов и не только стартапов но и очень крупных компаний и очень много здесь связано именно с биотехнологиями с медициной с производством каких-то хитрых вещей то есть здесь как бы фирма веников не вяжет здесь действительно все очень серьезно и где-то между делом между вот каким-то бипом и каким-то здесь гольфом да ну затесался брайтлинг так причем здесь тетечка какая-то с хронографом его презентует ну так нехотя да как бы где-то он здесь есть cc partners уже сделали несколько иксов на свои инвестиции потому что они вложили не такие большие деньги сейчас стоимость где-то 4 ирда но по моим подсчетам они где-то сделали но 4 икса точно за всего сколько там 5-6 лет да и забыл когда вот по-моему в семнадцатом году или восемнадцатом они приобрели поставили керна генеральным директором вытащили его из iwc дали ему все полномочия дали денег дали соуса точнее соус он привнес сам да и сделали то что сделали то есть это конечно хорошо и здорово что возвращаясь к нашей к нашим баранам и к нашей истории с приобретением зачем это брайтлингу топ 10 часовых брендов вот они обращаются к наследию universal женев и чуть там пытаются будут пытаться вот это все восстанавливать серьезно то есть зачем у меня здесь есть своя гипотеза я нигде не подсматривал нигде не там ничего там не не тырил ни у кого у меня есть несколько мыслей вот сами хочу поделиться как тоже такими же увлеченными людьми как я вместе к кому-то выводу прийти но то что я пока вижу во-первых нужно сразу прояснить здесь момент какая цена вопроса цена вопроса была порядка 60 миллионов франков для брайтлинга да и по сути для cvc сколько 60 миллионов франков это порядка семидесяти миллионов долларов за что они получили вот от этого да они получили имя они получили там наверное какую-то базу чертежи там еще что-то и легенда гласит о том что запасов часов механизмов всего остального примерно на 5 миллионов франков то есть кто знает эту историю и вот смотрит так со стороны кажется что аховая переплата и мертвый бренд и за это как бы 70 миллионов долларов немножко странно да ну давайте разбираться все таки и какие перспективы первое что здесь я бы хотел сказать действительно у универсал а есть но по крайней мере две легендарные модели часы иконы это три компакс и поли роутер да мне вот еще раз вот эта модель 54 года очень нравится особенно в черном черном циферблату конечно я думаю что они будут их восстанавливать аккуратно сам керн в интервью говорит что мы очень бережно и аккуратно будем все это делать и будут две совершенно независимые компании которые будут не продолжать заниматься брайтлингом и тут же universal колоссально важный момент что universal будет позиционироваться брайтлинг групп как более топовый сегмент то есть для них это мостик это выход в тот сегмент у которого брай у брайтлинга последние годы все-таки не получается пробиться то есть они пытаются туда залезть там 15 плюс тысяч долларов но там люди постоянно клиенты особенно азиаты выбирают постоянно конкурентов выбирают rolex и омегу в данном случае и в том числе да или уже ищут более высокие модели одно от старших там товарищей типа ваш рон константин на константан и так далее то есть понятно что то есть брайтлинг пытался 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 у них в этом плане не получается пока закрепиться в этом сегменте и мне кажется что один из моментов очень важных в этом приобретении помимо того что что-то лежало и многие уже ждали когда кто-то это из крупных подберет чтобы восстановить правильно на удивление это сделал брайтлинг то есть ожидания были от других компаний лв мэйч того же но пошел брайтлинг мне кажется что это кстати может быть достаточно интересно это их билетик это их выход в более топовый сегмент и люксовые где они могут ну залезть к азиатам в карман через вот это ателье сейчас это можно будет назвать а потом может быть это будет и полноценная компания там с тысячами выпущенных механизмов и часов поэтому первое это переход на более верхний сегмент второе это закрепиться наконец в этом сегменте 15-30 тысяч долларов где у них не получается это сделать и за счет этого вырастить базу создание нового механизма потому что понятно что поначалу год-два скорее всего нового механизма не будет у universal и мое предположение скромное что естественно так как брайтлинг для меня это равно хронограф прежде всего а потом уже трехстрелочник поэтому в первую очередь мы увидим восстановить на восстановление три компакса первую очередь этого и этого до каком-то формате и мое предположение что мы увидим их первые модели на b01 и на b25 до который у нас в даторе то есть условно из даторы могут сделать вот эту историю в золотом корпусе с классным каким-то исполнением с новым там с новым декорированием и так далее но я думаю что первые годы мы увидим это на b25 b01 то есть не будет мануфактурных механизмов у universal первые года два потом может быть появится и скорее всего он появится даже у трехстрелочника да потому что там нужно чтобы он был на микророторе у брайтлинга нет механизмов на микророторе и им надо что-то с этим делать чтобы здесь более бережно аккуратно восстановить полироутер да дальше здесь момент какой для меня самый очевидный я не удивляюсь почему другие это не заметили это фишка в том что именно керн говорит в своих более ранних год-два назад своих интервью в том что не получается у них взять на скоком азиатский рынок то есть они от него отскакивают и там низкие продажи по моему три процента всего их продаж это азия это очень низкий показатель и они вообще в чистую проигрывает ролик с омега и айвси здесь даже а последние годы последние годы universal женев все что делал это вот помимо того что влачил жалкое существование у них было производство в азии и сеть реализации своих моделей в гонконге сингапуре таиланде китае и малайзии и я думаю точнее знаю что это есть основная причина вообще всего потому что у этой компании есть подвязки и уже дилерская сеть распространения часов я думаю что через вот этот universal женев через это окошко до через мостик помимо выхода на более такой премиальный сегмент 15-30 тысяч долларов брайтлинг еще планирует через эти же сети наконец-то вот по полной выставиться и запихивать свои хронографы свои новые модели трехстрелочников поэтому для меня достаточно очевидно почему он был сделан именно этот момент и почему мы здесь видим азию как раз тот рынок который керн переживал что у него не получается за эти годы взять азию поэтому здесь достаточно очевидная такая такой вывод не знаю поддержите вы меня в комментариях или нет но это мое скромное мнение ну наверное это основные моменты чтобы здесь эту часть видео не затягивать будет вывод и я там еще подытожу в конце этого видео свою мысль но здесь промежуточный локальный вывод и я рад этой новости я скажу больше я ждал эту новость и я удивлен что мне пришлось ждать столько лет и что новость пришла со стороны брайтлинга это тоже удивительно но посмотрим как это получится у меня получится у них в любом случае это плюс для рынка в любом случае это плюс для винтажных моделей универсал женев потому что я думаю что они поползут наверх после этой новости особенно там условно через год когда год полтора там не знаю будет презентована первая модель какая-то ну скорее всего хронограф будет пел первый старый винтажные вещицы от брайтлинга по повод брайтлинга от универсал женев они поползут наверх преддверии и по факту вот я думаю что это в любом случае хорошо и сейчас самое время ближайший год какие-то вещицы поискать на вторичном рынке и разобраться с темой универсал женев и поискать себе хронограф или поли роутер на вторичном рынке вот это будет нормальная вообще живая тема так двигаемся дальше дальше у нас новость наверное удивительная и понятно что она неожиданная я вы знаете я сначала хотел сделать два разных видео с другой стороны я думаю что вот это растягивать и потому что как-то эти две новости вместе ко мне пришли сильно целое видео про франсуа поля журна наверно делает смысла нет я решил в конце этого видео поставить этот вопрос и кратко что происходит куда мы идем и вообще какая есть интересная возможность и если она мы с вами все знаем или многие из нас знают бренд и фп журн мы знаем что его основал франсуа пуль журн известный французский часовщик немножечко сумасшедший такой прям заряженный мужчина вот он здесь довольны на фу вот он сидит с меню в ям почему показываю эту статью на сайте франсуа пуль журна это его последняя новость что помимо часов вложения в часы он решил открыть крутой ресторан в женеве и где у нас там то изысканное все высокая кухня да то есть не только высокое часовое искусство но теперь не франсуа пуль журна принадлежит еще ресторанчик где заявлено высокая кухня он вообще фанат вина фанат вкусно покушать поэтому все здесь как бы четко и здорово и где-то это логичное продолжение такого увлеченного человека и вот в чем петрушка состоит да что еще происходит и вот недавно было мероприятие насколько понимаю в этом ресторане на его открытие куда франсуа пуль журн его команда пригласили коллекционеров пригласили журналистов тех кто вот таких топовых в часовой теме пригласили своих там друзей полудрузей товарищей и была пьянка гулянка франсуа пуль ну плотно так нарезался там на радостях да и соответственно уже там за двадцатым бокалом условно белого сухого он начал там изливать душу что он думает про этих и про тех и про третьих и что и г и с и б и что он самый здесь дартаньян все остальные плохие и и так далее так далее так далее да то есть есть ролик допустим у ника леонардо там еще у ребят из штатов они там немножечко об этом говорят более подробно они будут останавливаться с учетом по простому что многие так на это посмотрели на эту историю что такой пожилой мужчина пьяный немножко вот куда-то его унесло понесло и многие были настолько этим разочарованы и расстроены из коллекционеров этих кто там был на этом званом ужине что вплоть до того что они просто встали оттуда вышли с этого вечера и заявили что они будут распродавать свою коллекцию fp журнов потому что они не хотят чтобы у них в коллекции были часы и тем более носить на запястье часы где будет написано его имя с фамилией fp журн и ну такая история не знаю что там где правда где вымысел где добавили где убавили но вот то что мы в сухом остатке сейчас имеем и пошла такая волна якобы распродаж на аукционах у серых дилеров начали выбрасываться серьезные модели fp журна начали они продаваться покупаться обещали какие-то дисконты вся вот эта история вы знаете мне напомнила вот то что последние несколько лет это называется культура отмены вот активно это в сша в европе происходит с разными людьми или разными брендами вот одна из последних история там с компанией nike была с их рекламы странные там пропаганды такой уже не традиционных всех дел и я вижу что и nike уже там отменяют многие сжигают их кроссовки каждая история сейчас происходит допустим с диснеем что эти бесконечные мультики где черные русалки там или какие-то бородатые бегают феи мужики да и все остальное то есть все такое вот как показывает практика даже европейцы и американцы уже устали немножечко вот от этой свободы псевдо да и ну вот но многие попадаясь под эту тему в том числе от лана дель рей там за какую-то тему попала и многие многие знаменитости вот я к чему говорю что видимо якобы франсуа пользу он тоже попал здесь под раздачу но слава богу там без черных русалок и без нетрадиционных отношений там просто ну человек напился он в принципе достаточно увлекается алкоголем насколько я понял ну и начал там нести всякую поргу но с одной стороны с кем не бывает с кем не бывает и что происходит на вторичном рынке вот я и то что я слышу да надо всегда вот опускать в какие-то свои фильтры да то есть опускать подвергать вообще вопросу и изучению я думаю вот пошел этот шум скидывают скидываете в пижурные они никому не нужны они там будут стоить дешевле я смотрю я просто посмотрел это пришлось там как раз вот в гонконге был аукцион да вот якобы это было перед гонконгом помню насколько я помню вся эта история я посмотрел гонконг посмотрел еще кристис я честно я не увидел дисконтов то есть они как по вы верхним эстимейтом продавались в пижурные так они и продавались по верхним эстимейтом некоторые вещицы например вот тот который мне нравится с указанием таким цифровым все три вага бандаж он называется да которые все цифровые у нас здесь показатель начиная часов минут и секунд извините как бы но где дисконты то есть я не вижу дисконтов я вижу 2x по верхнему эстимейту 1 и 2 лимона гонконгских долларов превращается в 24 миллиона то есть камон да то есть 320 330 тысяч долларов о каких мега распродажах мы вообще здесь говорим я не вижу к сожалению я не вижу распродаж никаких и не вижу что кто-то убегает я ничего это не вижу да и вот возникает вопрос первое как вы относитесь к такой истории вот когда у нас вот идет к эта культура отмены и какие-то вот такие вещи что с одной стороны творчество да с другой стороны личность человека и смешивается это все в одно и говорят чувак не прав я избавляюсь от его товаров я так понял что самую вот и второй здесь вопрос который хотел пояснить я думаю что самую вот суету даже если она действительно была подняли те коллекционеры тире инвесторы которые накупили этого fp журно по самую макушку то есть допустим у тебя на 800 тысяч долларов часов fp журно там несколько где сидишь там пьешь белое вино с ним вдалеке где-то него смотришь и он там исполняет до какую-то дичь тысяч думаешь блин и люди встают и говорят так я пошел что мне нравится пойду продам парочку fp журнов а ты сидишь у тебя начинает чесаться в одном месте потому что и гореть карман потому что ты начинаешь переживать а как бы мои 800 тысяч не превратились в 400 450 потому что вот идет какая-то пурга здесь больше на каком-то такой волне негативный я думаю что действительно какие-то люди поскидывали свои фп журно с кем дисконтами или по текущим ценам не надеясь что это будет стоить дороже но это больше таки коллекционеры тире инвесторы нежели причем даже спекулятивные нежели действительно любители там кого-то творчества или еще что-то вот но или давайте давайте как сделаем все-таки я вернусь к презентации и в форме выводов подведем с вами выводы по первой и второй теме и в принципе будем заканчиваться видео сегодня больше такое знаете для размышления нам с вами если первое больше там цифра больше каких-то математических моментов конкретики то здесь эта тема cfp журном для нашего с вами размышления итак хорошие новости для любителей универсал женев мы этого ждали я лично ждал года 34 прям точно кто-то ждал десятки лет кто-то ждал с 89 года наверное когда этот момент настанет и вот он вроде бы настал посмотрим 2024 25 год что будет происходить с компанией я думаю что перспективы хорошие у часов универсал женев и мое предположение что мы сначала увидим три компакса на b25 и какие-то варианты на b01 брайтлинговский да и потом может быть они сделают мануфактуру но там через несколько лет и и что-нибудь делать с микроротором но наверно кого-то стороннего производителя найдут и как кениси для них сделал трехстрелочник да и сделал и сделают микроротор посмотрим это с одной стороны с другой стороны для винтажных часов универсал женев я считаю что это вообще прекрасная новость и мы увидим рост спроса на старые вещи и рост цен плавный поэтому сейчас одно из лучших времен как мне кажется если кто-то в понимает за что заплатить 2 3 4 5 тысяч долларов то это лучшее время для покупки универсал женев что касается франсуа поле журно а ну еще раз и для брайтлинга самый главный вывод я думаю что универсал женев это просто окно портал в сегмент 15-30 тысяч потому что именно там будет универсал женев в этом ценовом сегменте выше брайтлинга и это выход в азию и базе потому что там достаточно неплохое представительство в гонконге в сингапуре в таиланде и так далее по поводу франсуа поле журно вот возникает вопрос гений это или плохой человек да или редиска но для меня здесь в принципе я со стороны просто смотрю я понимаю что мы для меня здесь никакого противоречия вообще нет с одной стороны да действительно гений это интересный часовщик у которого большой богатый опыт в реставрации старинных часов который нашел свой путь в 99 году и из практически никого стал топовым независимым часовщиком продал долю шанель и чувствует себя хорошо и здорово открывает рестораны балдеет мужик вообще здорово и в принципе в принципе по большому счету на его месте многие вели себя то ли точно так же или хуже да то есть здесь я не вижу в принципе ничего страшного потому что плохой он или хороший человек нам это не должно так важно быть потому что если мы вспоминаем абрахаму и бриге допустим которого многие любят включая меня но говорят что у него был достаточно сложный характер и он тоже там всем ходил коленом под зад давал и не был достаточно таким конфликтным человеком который добивался своего и которые был жесткий и это поэтому он и был там и остался в истории там где он остался потому что он был внимательным деталям и требователем и это в принципе нормально что такого плохого трое стороны мне сразу вспоминается классические последних десятков лет пример в бизнесе это стив джобс естественно основатель apple если почитать его биографию даже бегло очевидно что это был очень неприятный человек да очень неприятный человек и вот он свои водолазки ходил в потертых джинсах и у него были ужасные отношения там и с бывшей женой насколько я помню несколько развелись в конце и с детьми и они там с ним не разговаривали и у него на уме был только бизнес и только как сделать свой продукт лучше и он все время смеялся там над microsoft и для него все были ни о чем только он как бы красавчик поэтому а что такого то есть это это нормально это все эти гении они все таки есть и ну кто-то просто пьет кто-то что употребляет кто-то как-то развлекается по-другому я не думаю что это плохо но то что у тебя на запястье написано fp журный и там чувак где-то гудит в париже или в женеве ответьте сами для себя на этот вопрос в принципе если бы у меня были одни часы в коллекции купленные по правильной цене я вообще за это не переживал то есть ну ну и что да то есть это классные часы интересные золотые механизмы и эта ценность в любом случае а то что он там немножечко это погудел но если меня бы на 800 штук было только его часов и я бы прям там следил за рынком как куда цены и его сейчас все обвалится потому что франсуа поль накидался в ресторане но немножко другая тема наверное да для другого разговора поэтому в принципе я думаю что гений и тире плохой человек это часто идет рука об руку здесь ничего страшного нет для нас с вами как для любителей именно часов до поэтому что будет с ценами на фп журн на часы я думаю что я посмотрел несколько аукционов еще раз говорю ничего там я не увидел экстра каких-то обвалов по ценам как продавались дорого так и продаются я думаю что если даже будки спекулятивные сделки кто-то будет скидывать то тупо это возможность купить часы дешевле купить часы с дисконтом и некая может пойти коррекция по каким-то моделям незначительная но это лишь стоит расценивать как вариант для покупки и в пижурно дешевле вот и вся история поэтому эта тема забудется а и в пижурно с дисконтом куплены там минус 30 процентов это останется поэтому здесь надо рыбачить у кого есть деньги вкус и возможность и желание и в принципе я здесь вижу только возможности не вижу никаких проблем поэтому друзья мои открывайте для себя новые часы где сегодня вот такое видео второе видео в новом двадцать четвертом году вам понравилось немножечко с вами так расслаблено по домашнему поговорили на наши часовые темы наше небольшое такое безумие да которая действительно наш интерес и где вот хочется и про такие тонкие вещи говорить анализировать как-то высказывать свое мнение надеюсь вам тоже было это полезно и вы для себя нашли что-то какие-то интересные идеи какие-то интересные мысли все всем желаю хорошего выходного дня хорошего воскресенья мы с вами увидимся на следующей неделе в районе среды четверга постараюсь для вас подготовить уже какой-нибудь обзорчик подборку каких-то часов давненько не было и в принципе грядет много тем на этом канале я опять там набрал просто куча куча мысли куча информации за последние недели и месяцы я думаю что опять у меня там 100 плюс новых тем вообще для разговора с вами поэтому не переживайте пока тем достаточно уже сто двадцать восемь видео на канале друзья мои и я думаю что пока этот источником в принципе вообще не исчерпаем и у меня есть маленькая мечта что мы с вами за этот год удвоимся и будет пять тысяч человек на канале подписчиков в принципе все для этого есть я буду стараться делать свои видео более интересные есть какие-то определенные планы на этот год тоже но пока посмотрим пока двигаемся в своем режиме вот и надеюсь что вам будет мое видео полезное интересное поэтому все на сегодня всем большое спасибо за внимание все контакты ссылки в описании под этим видео если кому-то нужна консультация подсказка по часам какие выбрать какие достать пишите либо в комментарии под видео либо есть контакты почта ватсап телеграм в описании рабочие мы вот поэтому пишите туда все на этом всем успехов и помните что какие бы крутые часы там fp журн юниверсал жене в брайтлинг у вас бы ни были но самое главное это то время которое они нам показывают поэтому берегите время и тратьте его только на самые интересные для вас вещи всем успехов и до связи пока